То есть у меня очень богатый опыт в доведении людей, кого-то белого коленя, кого-то еще. А, и это надо попивать будет или не надо? Пока в плане изучения хотел. Ты уже боишься за соседей, да. Вопросы будут у Дениса. Ну да, ну пусть поживут, еще все семьи, не будем их пугать. Или христиане, ты же понимаешь. Ну пусть поживут, я же говорю, не будем их пугать. Я сейчас законы закрою, все, что там нет. Так я и тебя пугать не буду. Уже и так напугал. Как? Я вообще не пугаю людей. Запиши, пожалуйста, кое-какие данные. Шукра. Шукра, величайший духовный учитель Вселенной. Имя восходит к корню Шукающий. То есть ты понимаешь корень, да? Своё значение имени ты приблизительно понимаешь, да? Шукающий Ра. Шук, корень Шукающий. Ра, имя Всевышнего. Ну я напишу за шифровку. Также Шана, Укра. Шана, направление Укра. Чуть ниже писать, да? Угу. Шана, Укра. Да. Дальше смотри. Изначальный свет Всевышнего это Сау. Шана, Укра. Шанующий его. Шанующий направление Кра. То есть то было первое, это второе. Сейчас будет третье. Третье, Шук, Кра. А первое? То было Шук, Ра. Ну разбивку сделай Шук, Тире Ра. То есть Шукающий Ра. Я вот так записал. Шук и Ра. Ну да. А потом было Шана, Укра. То есть Ш и дальше Укра. Сейчас Шу через Тире Кра. Угу. Третье, да? Да. Шу через Тире Кра. Кра. И записывай. Сау. Изначальный свет Всевышнего. Исток силы, могущества, славы и жизнетворящая сила Вселенной. Это ниже чуть-чуть. Шука. Расшифровка слова Шукра. Она будет потом. Сейчас этой расшифровки не будет. Угу. Понял. А вот еще писать. Сейчас мы пишем составляющие, из которых ты... А ну покажи, что записали. Да. Только Сау пиши ниже. Ниже, да. Я же сейчас там перечеркну. Сау. Изначальный свет Всевышнего. Исток силы, славы и могущества, жизнетворящая сила Вселенной. Поставь видео, Гриша. Все равно через минуту опять. Есть. Сау. Изначальный свет Всевышнего. Исток силы, славы и могущества. Исток силы, славы и могущества. Изначальная жизненная сила Вселенной. Изначальная сила. Изначальность жизненной силы Вселенной. Изначальность. Изначально-е. Но силы, славы и могущества. Запятая изначальная жизненная сила Вселенной. Угу. Просто Су, да? Это как несколько урезанный спектр Сау. Как пойманная Сау в одном из диапазонов. Условно. Один из... Один из узких диапазонов Сау. Су, теле. Один из узких диапазонов Сау. Угу. Дальше. Шу. Затвердевший свет, постепенно превращающийся в материю. Постепенно превращающийся в материю. Угу. То есть в третьей разбивке Шукра, это тот, кто... Вот самых падших материалистов и существ, которые погрязли в материи, искры, которые уже вот-вот и затухнут, он им помогает сокра. Шукраб. Поэтому один из эпитетов Шукра Рахмана, это духовный учитель демона. Потому что он даже демонов мог довести до осознания Всевышнего. Богов учить легко. Демонов сложнее. И он даже это осуществлял. Ну, это третья разбивка значения Шукра, его священного имени. Угу. Там, в принципе, можно еще делать ряд разбивок. Можно просто разложить по гуклице Ш, Ук, Ра и так далее. Ну, то есть этот святой, который, в принципе, во Вселенной является идеальным Рахманом. То есть идеальный Рахман или священнослужитель во всей Вселенной. Шукра. Есть еще один идеал священнослужителя. Арви. Один из древних мудрецов. Арви, скорее, идеал какого-то такого мистика. С даже некоторыми трикстерскими задатками. А вот Шукра – это именно идеал священнослужителя, святого. Самый-самый святой, самый достойный, самый разумный, самый мудрый. Тот благословение, у кого просил числовок. Тот, на кого две тысячи лет молился Самаяль и так далее. И этот святой имеет также некоторые свои проявления. То есть ты понимаешь, что для лидической традиции это, в принципе, изначально святой. Это высший святой. И, в принципе, один из его эпитетов – это эпитет Всевышнего Бога Богов. Как бы Всевышний ему отдал свой титул. Шукра. Всевышний называл себя его собственностью. Фактически Всевышний за ним признал высшее главенство на Вселенной. А Всевышний просто как создатель остался? Нет, он остался с собой. Просто номинально он также признал за Шукра Рахманом все свои полномочия. Они как равными по силам стали. Нет? Ну смотри, допустим, у тебя есть дом, у тебя есть там твои деньги, там твоя машина, твой компьютер и так далее. И ты какому-то своему близкому другу можешь сказать, там, приходи, можешь всем этим пользоваться, как хочешь. В любых целях. Можешь это уничтожить, можешь это там как-то модифицировать. Что хочешь, то и делай. Это твое, так же самое, как и мое, и может даже в большей степени. Вот так же и Всевышний я сделал по отношению к Шукру Рахману. Что я понял, то я просто не понял, смысл его есть. 412 тысяч, 719 лет до Рождества Христова. Напишите. Еще раз, сколько лет? 412 тысяч, 719 лет до Рождества Христова. 414 тысяч, 719 лет до 90-го года. Ну, чтобы нам к нашему времени ближе было. Чтобы нам больше было поняли. Потому что некоторые люди могут сказать, а вдруг Рождество Христово было не тогда, когда официально, а как это корригируется, не корригируется. А это именно к этому и было привязано. Поэтому запиши лучше так, чтобы 414 тысяч, 719 лет до... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп. Извиняюсь. Извиняюсь. Я жучу чуть-чуть. Тогда так. 414 тысяч, 709 лет до Рождества Христова. До 1990-го года. 414 тысяч, 709 лет. До 1990-го года. До тысяч. Почему до 1990-го мы берем? Ну, чтобы нам было ближе. Или даже поставить... Что в 1990-м году? Это начало возрождения. То есть начало 10 тысяч летнего золотого вкрапления. В Архманское традиции многие даты там, поэтому откоррегированы потом. Ну, и можно записать, как я раньше сказал, что... 414 тысяч, 719 лет до 2000-го года. Ну, я это все написал, я помню. До 1990-го года, пускай будет так. Да, а дальше ты уже скоррегируешь это хочешь на 2010-й. До какого года ты так какого не скоррегируешь. Да. Зловещий демон. О-з-де-ре-щен-отх. Демон. Как его? О-з-де-ре-щен-отх. О-з-де-ре-щен-отх. Это как тот, что раздирает, сдирает, задирает, что-то такое. То есть живодер, короче говоря. Убил трех богов огня. А бога как можно убить? Ну, человека тоже можно убить. И бога можно убить, землю можно подорвать. Просто человек не может убить бога. Или человеку мега тяжело убить бога, так как блохе мега тяжело убить человека. И среднестатистически говоря, блоха не может убить человека. Хотя, в принципе, если представить, что блоха, допустим, залезет человеку в рану, и там загниется, и это произведет гонгрия, но и человек не вылечится. Или если представить, что у блохи появится разум, и блоха целенаправленно влезет в человеческий мозг, погрызет там нейроны. То есть, теоретически можно какую-то такую схему представить. А в принципе, у демонов есть возможность, у высших демонов есть возможность убивать высших богов. Если бы демоны не могли убивать богов, то война...